Конечно, хочется узнать, как вы воспринимаете все, что происходило последние два года. Думали ли вы два года назад о том, что это может так долго продлиться? Нет, не думал. Я думал, что все закончится гораздо быстрее. Я просто посмотрел количество войск, которые подготовил Владимир Путин для вторжения Украины. Там было около 200 тысяч человек. Было абсолютно понятно, что этих людей будет недостаточно, с какой стороны посмотри, для захвата Украины. Я вообще, честно говоря, не очень понимал, на что он надеялся. И я думал, что эта армия будет разбита в течение 3-4 месяцев, и дальше будут какие-то переговоры. Но переговоров не случилось. Случилась мобилизация, новый набор войск и так далее. И поэтому вся эта история затянулась. То есть я думал, конечно, Украина победит гораздо быстрее. Ну, надо сказать, я с вами была в этом смысле солидарна. Мне тоже казалось, что это все закончится гораздо-гораздо быстрее. Но так или иначе, мы говорим сейчас, спустя два года, о том, что все до сих пор продолжается. Непонятно, когда война завершится. А как изменилась Украина за эти почти два года? Ну, Украина стала, конечно, гораздо более, если так можно сказать, взрослой страной. То есть ушли многие какие-то разговоры, ни о чем, я бы так сказал, которые происходили в местной политике, среди местного экспертного сообщества. То есть я понимаю, что сейчас речь идет о вырывании государства, о вырывании нации. И ставки очень высоки. Поэтому все разговоры ведутся, как мне кажется, в гораздо более серьезном ключе, в более серьезном тоне и в тональности серьезном. То есть люди понимают, что тут вопрос жизни и смерти. Поэтому, конечно, все намного более серьезнее. И Украина избавилась от многих иллюзий. Вот как я сказал, что я думал, что быстро война закончится. Многие люди тоже думали, что все будет гораздо быстрее, избавляются от иллюзий. Иногда это избавление от иллюзий происходит тяжело. Плюс люди привыкают к тому, что это тяжело будет долго. И уходит ощущение того, что типа сейчас быстро доделаем и все. То есть все понимают, что это надолго сейчас будет. И я бы сказал, что такое немного более взрослое, более суровое, более жесткое отношение к жизни сейчас в Украине, чем было до полномасштабного вторжения. Как вы сейчас оцениваете состояние, или как в Украине оценивают состояние украинской армии и, в общем, какие-то перспективы на ближайший год? Украинская армия, абсолютно очевидно, одна из самых боеспособных сейчас в мире. Стала и уж точно одна из самых высокоразвитых в техническом отношении. Потому что сейчас, может быть, вы слышали новость о том, что Владимир Зеленский, президент Украины, объявил о создании нового рода войск. Войск, по сути дела, роботизированных, дроновых войск, которые сейчас предполагаются, что станут таким установленным хребтом украинской армии. Вообще взята на вооружение концепция, что на фронте должны погибать, рисковать своей жизнью, выполнять самую тяжелую работу, идти в атаку и так далее. Не люди, а дроны, то есть роботы. И сейчас принимаются все возможные и невозможные меры для замены как можно большего количества людей на вот эти роботы, которые можно расходовать в больших количествах. Там, где Россия пытается справиться с Украиной большим количеством солдат и боевой техники, традиционной боевой техники, я имею в виду артиллерию, БМП, танки и так далее, Украина сейчас поняла, что сложно тягаться в этом смысле и поэтому переходит очень активно на использование роботов. Кстати, и Валерий Залужный, командующий украинской армии, в своей недавней статье для CNN тоже уделил важное внимание, то есть центральное внимание тому, что украинская армия должна развиваться в сторону роботизации. То есть это такое магистральное направление и я думаю, что в этом направлении, собственно, украинская армия будет дальше идти и будет развиваться. Поскольку это такая асимметричная война, если угодно, война более новыми методами, это, в общем, единственное, что может спасти Украину, украинскую армию в борьбе с противником, который намного превосходит и по количеству солдат, и по военной промышленности, и по ряду военных технологий, скажем, в области авиации или радаров и так далее. То есть сейчас выбран вот этот путь движения. Ну и плюс, конечно, украинская армия стала гораздо более опытной, то есть солдаты и офицеры получили абсолютно уникальный опыт, которым, наверное, никто в мире больше похвастаться не будет. А вот роботизация, которую вы упомянули, правильно ли я понимаю, что это внедрение дронов с искусственным интеллектом, и если да, то что это такое? Насчет искусственного интеллекта ходят разговоры, у меня нет никакой конкретной информации, но это естественное направление движения, поскольку сейчас, естественно, обе стороны все чаще используют и все активнее используют средства радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигнал, ведущий от оператора к дрону, поэтому надо делать так, чтобы дроны постепенно становились все более и более автономными. У Украины есть неплохие заделы в этой области, Украина ведет тесное сотрудничество с западными компаниями, в том числе IT-компаниями, теми, кто занимается разработками искусственного интеллекта, и для этих компаний, в том числе, интересно использовать украинские дроны в качестве такого полигона, что ли, для испытания своих разработок в этой сфере. Поэтому, я думаю, да, скорее всего, через некоторое время, не очень большое время, мы увидим, в том числе, и дроны полуавтономные или даже совсем автономные. Как можно оценить оснащенность армии какими-то более классическими и привычными средствами? Ну, в частности, я видел публикацию Института изучения войны, Американского института изучения войны, аналитики которого считают, что нехватка боеприпасов у ВСУ сейчас наблюдается, и что она может заставить украинские войска приоритизировать, что ли, какие-то решения, ну, вот относительно того, какие участки продолжать защищать и удерживать, а какие покидать. Так ли это? Ну, я, естественно, не владею планами украинского генштаба, я думаю, что даже Института изучения войны имени не владеет, но то, что нехватка снарядов ощущается фактом, об этом говорят все люди, которые так или иначе присутствуют на линии фронта, и, по сути дела, сейчас же в чем здесь фокус? В том, что артиллерийские снаряды больших калибров и средних калибров потихонечку заменяются как раз на дроны. Дроны, они гораздо дешевле, то есть один дрон стоит намного дешевле, там, 10 раз, наверное, чем один артиллерийский снаряд, плюс дрон высокоточный, а артиллерийский снаряд не всегда высокоточный, и плюс дроны есть возможность изготавливать в больших количествах прямо на территории Украины, со снарядами это сложнее. И, как мы видим сейчас, к сожалению, там, американские, например, партнеры, они не вполне готовы оказывать помощь в том объеме, на который изначально мы рассчитывали, поэтому сейчас, да, приходится, как говорится, искать другие выходы. Но оснащенность Украины снарядами, в том числе, скажем, она недостаточна. Она компенсируется тем, что украинские пушки, точнее, украинские пушки натовского производства, а также снаряды, они, как правило, гораздо более качественно изготовлены и точнее бьют в цель. То есть, условно говоря, там, где российской гаубице необходимо 5 снарядов, чтобы какую-то цель развалить, то украинской гаубице такого же класса необходимо, условно говоря, 2 снаряда. То есть, еще тут, как бы, нельзя просто одно с другим сравнивать просто арифметически, тут еще надо обращать внимание еще и на качество и артиллерии, и снарядов. Но вообще, конечно, да, надо признать, это очевидный факт, что украинская военная промышленность слабее, чем российская, и без массированной помощи со стороны западных партнеров очень тяжело тягаться с российским военным производством Украины. Хотя, надо сказать, я вот говорил с людьми, например, минометные мины, вот такая вещь, как минометные мины, там в десятки раз увеличилось производство минометных мин внутри Украины по сравнению с позапрошлым годом. Такая же история сейчас и по другой номенклатуре артиллерийских вооружений и снарядов. То есть идет, потихоньку расшиваются вот эти узкие места, и внутри самой Украины идет строительство и модернизация заводов по производству, в том числе артиллерийских снарядов и тому подобного. А это вообще не опасно создавать заводы с нуля, например, строить или переоборудовать уже существующие под производство боеприпасов в стране, которую регулярно обстреливают ракетами из другой страны. Ну, я думаю, знаете, строить завод по производству снарядов опасно в любом случае, даже если страну не обстреливают. Ну, знаете, во время войны надо же как-то отбиваться, защищаться. Ну да, опасно. Ну, к тому же Украина, вот, я так понимаю, есть ей чем ответить. Например, вчера видели города Ижевск и соседнего с ним города Воткинск, откуда, если не ошибаюсь, Петр Ильич Чайковский родом, видели замечательное шоу, там взорвался завод по производству двигателей для ракет Тополь-М и Искандер. Это было очень красиво. То есть тут в эту игру двое могут играть. Это не дорога с односторонним движением, скажем так. Ну, кстати, да, тут отмечу, конечно, что наличие симметричных ответов, оно, конечно, несколько сбивает пафос моего предыдущего вопроса и помогает понять, что действительно силы в определенной степени могут быть равны. По поводу этого взрыва в Ижевске, насколько я понимаю, до сих пор российские официальные медиа предпочитают делать вид, что ничего не произошло, что-то хлопнуло, и в целом все в порядке. Не беспокойтесь, не обращайте. Прейсер Москва на плаву и Новочеркасск, там, значит, небольшой пожар случился и так далее, и так далее. Они никогда не признают такие большие потери. Ну, конечно, слушайте, я никогда в жизни не поверю, что этот завод работал себе, работал, никогда там не было инцидентов. Вот он бах, сам по себе, такой взрыв, что его увидело, видно было за десятки километров, он и сам по себе в четком соответствии с планом специальной военной операции взорвался завод на производстве двигателей Тополь-М. Ну, не знаю, кто в это поверит, но, наверное, будут люди, которые поверят, но я не верю. Ну, да, все совпадения, как говорится, не случайны. Слушайте, ну, была одна история, в которой российская сторона, как ни странно, мгновенно признала потерю. Я имею в виду сбитый над Белгородом Ил-76. Мне, честно говоря, это удивило, тот факт, что Россия признает, что да, был самолет, да, его сбили. Потому что в любой непонятной ситуации, когда российская сторона, российская Минобороны теряет какую-то единицу техники, предпочитает делать вид, что, ну, действительно все в порядке, ничего не произошло, все на своих местах и никто не погиб. А в этом же случае Россия сразу же выдала комментарии. И, кроме того, версия про наличие на борту украинских военнопленных, которых доставляли для обмена, она тоже как бы была основной. Как в Украине на это смотрят? Потому что, ну, вот, очевидно, украинскую сторону не допустят до расследования. Да и самого расследования международного, ну, каким оно должно быть, тоже не будет. Ну, как смотрят, как на броню смотрят. Потому что, послушайте, все видели, что случилось с самолетом Бригородом совсем недавно, да? Вот, меньше года назад. Ну, да-да-да. Какая-то специальная версия. Какая-то тоже абсолютно глупая идиотка версия. Я предпочитаю думать, да, я предпочитаю думать, что это был единственный пример успешной работы российского ПВО. Но официальная версия у Путина была, что они закидали друг друга гранатами. Да, вот нечем людям, прошедшим там спецназ и войны на разных континентах, нечем заняться, кроме как друг друга гранатами кидать в самолете. Ну, ладно, это одно. За неделю буквально до того, как был сбит этот Ил-76 под Белгородом, над Азовским мэром был сбит российский самолет А-50 и подбит одновременно еще самолет Ил-22, что-то там с каким-то индексом, летающий командный пункт. И тут же Россия объявила, что Украина не может так далеко стрелять, что никакого отношения к сбитию этих самолетов она не имеет, и что самолеты эти сбила сама Российская Федерация. Буквально за одну неделю до Ил-76 российские обозреватели с пеной у рта заявляли, что добыть такого не может, чтобы Украина сбила эти самолеты, чтобы она обладала какой-то возможностью так далеко стрелять и так далее. Проходит неделя, и те же самые люди в тех же самых выражениях говорят, что вот Украина подбила Ил-76. Вы, если врете, то врите уже как-нибудь в одну сторону, что называется, да, потому что если вы и туда, и туда, то вам верить не будут. Ну, то есть, ну, для российской аудитории, как мне кажется, которая потребляет, там, не знаю, Соловьева и Киселева, для нее, наверное, нормально, это все выглядит достаточно ноги. Ну, в принципе, ты говоришь сегодня одно, завтра ровно противоположно, с таким же выражением лица, и просишь, чтобы тебе верили. Ну, я не знаю, я не верю, и я не знаю людей, которые могут верить в российские версии, даже если вдруг случится так, что это правда, но поверить в это невозможно, потому что есть репутация совершенно определенная, есть заявления самих российских чиновников и военных, которые за неделю до этого говорили, что такого быть не может в принципе. Вот и все. Вы воспринимаете как вранье версию о том, что этот самолет сбила украинская сторона, или версию о том, что на его борту были военнопленные? Я пока не увидел убедительных доказательств ни того, ни другого. Ну, надо сказать, что асинт-аналитики, они все-таки практически, то есть буквально все, кого я видела, слышала, читала, от Руслана Левиева и заканчивая теми же американскими институтами изучения войны, говорят о том, что сбить этот самолет могли обе стороны, то есть и у российской, и у украинской были абсолютно равные возможности для того, чтобы сбить его. Да, и знаете, я еще так скажу, если вдруг выяснится, что это Украина сбила самолет, то, на мой взгляд, не было Украины других вариантов, потому что над территорией вражеского государства летит вражеский самолет. Если вы можете дотянуться туда каким-то образом, я не знаю, каким образом, с помощью Патриот или чего-то еще, то, конечно же, вы просто обязаны, как воюющая сторона, сделать все возможное, чтобы этот самолет был уничтожен. Потому что если бы Украина позволила России летать самолетом, каким бы то ни было, вблизи от своих границ этих самолетов, в течение месяца стало бы в 5-10 раз больше, и таким образом логистика российской армии, военная логистика была бы улучшена самым существенным образом. Поэтому, в принципе, да, я вообще считаю, с точки зрения Украины, украинскому руководству, может быть, имело бы смысл объявить бесполетную зону на сфере территории Российской Федерации. Сказать, что если вы садитесь в самолет на территорию России, вы имеете в виду, что этот самолет является законной целью для уничтожения украинскими ПВО. То есть вот настолько серьезные меры, мне кажется, надо принимать, чтобы не было никаких даже намеков на то, что кто-то там что-то не тот бил. А может ли одна страна объявить бесполетной зоной воздушное пространство другой страны? Ну, вообще объявила бесполетную зону воздушное пространство Украины. Ну, вы имеете в виду Крыму? И Россия сказала, что если будут летать пассажирские самолеты, они будут сбиваться на территорию Украины. Кстати, вот по поводу авиации, все ждали весны этого года для того, чтобы наконец увидеть F-16 в Украине. Как с ними дела обстоят? Ну, опять же, я не знаю каких-то подробностей, но вот там Нидерланды недавно сделали заявление о том, что увеличат количество поставляемых в Украину F-16. Время от времени приходят новости о том, что летчики проходят, завершают обучение. Ну, и раньше несколько раз говорилось о том, что вот в марте эти самолеты должны появиться. Я думаю, что в принципе, да, это логично, потому что в конце февраля будет саммит Большой Семерки, на котором, я так понимаю, будет обсуждаться в том числе и этот вопрос. Плюс годовщина вторая российского полномасштабного вторжения. То есть, показать, предмонстрировать России свою решимость поддерживать Украину даже такими серьезными средствами, как боевая авиация, было бы, конечно, разумным и правильным решением со стороны стран Запада. Поэтому, да, я думаю, что где-то в марте, наверное, может быть, в апреле эти самолеты начнут поступать в Украину. Ну, и заодно анонсирован очередной, насколько я помню, очередной пакет санкций как раз ко второй годовщине полномасштабного вторжения. Но все еще по-прежнему в Россию могут поставлять, либо из России могут приобретать те или иные категории товара двойного назначения или, наоборот, сырье, которое, с одной стороны, помогает России ввести войну физически, я имею в виду, все-таки станки для производства оружия. Либо помогает России ввести войну в плане материальном, то есть пополняет бюджет. Ну, то есть Запад, определенные страны покупают российский газ, российскую нефть, даже несмотря на то, что есть эмбарго. Россия продолжает получать всевозможными левыми, окольными путями, а иногда и вполне себе заметными, и товары двойного назначения и так далее. Вот этот, знаете, вот это противоречие, оно как воспринимается в украинском обществе? Потому что, ну, все-таки два года уже прошло. Ну, как, плохо воспринимается, как вы думаете о том, что воспринимается? Без всякой радости, естественно. Но сейчас Украина постепенно начинает вводить свои, что называется, санкции. То есть, вы, наверное, слышали, уже, по сути дела, реализуется целая программа, это не единичные какие-то случаи, а целая программа по подрыву российских мощностей, по переработке и экспорту нефти и нефтепродуктов. То есть, насколько я помню, за январь экспорт нефтепродуктов из России упал на треть в сравнении с январем 2023 года. Что, мне кажется, можно считать неплохим результатом. Если подобного рода атаки будут продолжаться дальше, это будет очень хорошо. То есть, это позволит, по крайней мере, существенно снизить поступление нефтяных денег в российский бюджет. Потому что, смотрите, в чем слабость России, на самом деле, серьезнейшая. В большой степени российская экономика, это не секрет, зависит от экспорта нефти и нефтепродуктов. То есть, это, пожалуй, самая главная отрасль российской экономики. И нефть и нефтепродукты, к счастью, для Украины очень хорошо горят. Поэтому даже удары небольшими дронами по заводам, где производится переработка, или по терминалам, откуда нефтепродукты отправляются, приводят к серьезным, можно сказать, катастрофическим последствиям. Поэтому, да, с помощью дронов, относительно недорогих, можно серьезнейшим образом подорвать нефтепереработку и нефтеэкспорт России. И таким образом нести серьезнейший урон российскому бюджету. Собственно, в этом направлении сейчас украинские спецслужбы работают. И, насколько я вижу, работа довольно успешна. Хотя, конечно, есть еще к чему стремиться. И таким образом, я так понимаю, что при удачном для Украины исходе этой, скажем так, компании, Россия действительно потеряет огромные деньги, потеряет возможность зарабатывать на экспорте нефтепродуктов. К этому все идет, к этому все движется. И, по сути дела, защитить свои предприятия от налетов этих дронов Россия никак не может. Потому что все эти дроны практически попадают в цель. Причем дроны тоже как бы не стоят на месте, они станут умнее, они становятся малозаметнее. И в какой-то момент, я думаю, они смогут перегрузить российскую систему ПВО и таким образом лишить Россию важнейшего компонента экономики, важнейшего отрасли экономики. То есть, в принципе, в этом направлении работают. То есть, Россия, если бы хотела каким-то аналогичным образом ответить Украине, то ей было бы тяжелее, потому что в Украине нет одной какой-то такой настолько важной отрасли, которую можно было бы относительно легко сжечь или перекрыть, или каким-то образом воспрепятствовать ее работе. Вот пытались зерновой экспорт закрыть. Но зерно, оно, к счастью, не так хорошо горит, как нефть, поэтому ничего в России не получилось. Но все-таки, если сравнивать удары по российским НПЗ, атаки по российским НПЗ с тем, что Россия пыталась сделать в Украине, то мне на память приходит зима 22-23 года, когда города Украины регулярно, чуть ли не ежедневно обстреливали, особенно, я имею в виду, объекты энергоинфраструктуры, всевозможные ТЭЦ. И тогда это выглядело буквально как, ну, собственно, это и было самым настоящим геноцидом. Тогда российской группировкой войск командовал генерал Суровикин. После неудавшегося мятежа Пригожина его отставили, и теперь, я так понимаю, он на пенсии где-то. Но вот та достаточно страшная зима, как вы воспринимаете, почему тогда такая тактика была у России, что она тогда пыталась сделать? Ну, собственно, Россия, российское командование, очевидно, решило, что таким образом она сможет подорвать экономику Украины. И не только экономику, но и боевой дух, и готовность населения к сопротивлению. То есть, простите, что перебила, то есть, что тогда, зимой 22-го, 23-го, что потом зерновой эмбарго и попытки ударять по портам, это все были попытки России сломить именно украинскую экономику? Ну, я бы сказал, да, экономику, социальную сферу просто привести к тому, что государство потеряло бы возможность контролировать ситуацию в стране, просто дисфункция полного государства. Но я очень хорошо помню, это было год назад, собственно, как это было. Я вам скажу так, мы учили одной очень важной особенности отличия Украины от России, то, что если в России страна в значительной степени такая иерархическая и вертикально организована, это Украина, это абсолютно точно сетевое общество, где если одна ячейка сети рвется, тут же ее со всех сторон поддерживались ячейки остальные, и, в общем, вся конструкция не теряет своей прочность. То есть, как только начались вот эти удары, на каждом углу появились генераторы, люди стали делиться друг с другом информацией насчет того, что где есть интернет, где есть свет, где есть что-то, то, все, пятое, десятое, в общем, помогать друг другу. И вот эта вот сети-центричность украинского общества показалась самой яркой, наверное, за всю эту войну форме. И, знаете, я просто был поражен, насколько мало, даже полное отсутствие электричества в некоторых районах Киева и других городов, насколько мало это повлияло на ежедневную жизнедеятельность этих самых городов. То есть, люди моментально организовались. И сейчас даже ходишь по улице, видишь, везде стоят генераторы, большие и маленькие, готовы на всякий случай включиться в работу, если такая необходимость появится. Плюс, конечно, надо сказать, за счет этих ударов в значительной степени старые советские, еще генерирующие мощности всякие электрораспределительные подстанции были взорваны, и на их место приехали современные немецкие, американские, японские оборудования. Плюс сейчас в значительной степени, я знаю, министерства украинские и ведомства занимаются укреплением этих объектов. То есть, стало даже лучше, чем было в какой-то степени. Поэтому вот этого не учили, мне кажется. Потому что в России, если бы ударили по теплоэлектроцентрали, то пока начальство бы не пошевелилось, ничего не сделало бы, народ бы сидел и ждал, пока начальство что-то будет делать. В Украине такого нет. Украинский народ сам собирается и бегом быстрее правительство решает все свои вопросы. Это, конечно, немножко удивительно. Вот я гражданин России, я здесь живу, я не перестаю удивляться этой особенности украинцев. Вот эта горизонтальная ориентация в противовес вертикальной, она касается всего? Я сейчас так аккуратно подвожусь к слону в комнате в виде потенциальной отставки Валерия Залужного. Что будет, если ВСУ лишится своего главнокомандующего? Я думаю, ничего страшного не произойдет. И более того, я даже думаю, что если скажу крамольную вещь, что если все правительство Украины исчезнет, то все равно ничего страшного не случится. Моментально эта рана, как говорится, затянется какими-то другими людьми, организациями, структурами, и развала, коллапса не произойдет. То есть Украина, на мой взгляд, как раз такое общество, которое может справиться с любой неприятностью. То есть без начальника, вообще говоря, если вы были на Майдане, без начальника, без какого-то командира, украинское общество и украинские какие-то сущности, они работают лучше, чем с начальником. Это поразительное свойство украинского народа, украинского какого-то, не знаю, самоорганизации. Она сразу же появляется и проявляет себя. Конечно, у Валерия Залужного очень высокий авторитет. Я не берусь говорить, хорошо будет или плохо, если его уволят. С одной стороны, все даже западные политики и военные признают его полководческий талант. С другой стороны, конечно, опять же, я дерусь на мнение западных экспертов. Говорят, что не очень хорошо, когда два командира между собой ссорятся, ругаются, особенно в воюющей стране. Я не думаю, что это будет хорошо его увольнение, но я не думаю, что будет катастрофа, если оно случится. Потом, видите, оно все до сих пор как-то не случается. Я даже думаю, что, может быть, есть какая-то договоренность, что Залужный еще пять месяцев будет находиться на своем посту. Почему я так думаю? Да потому что он в своей статье как раз написал, что на полную модернизацию и переводу украинской армии на роботизированные войска, то есть превращение армии из армии людей в армию роботов в значительной степени необходимо как раз пять месяцев. Я думаю, что ему дадут эти пять месяцев, чтобы он доказал свою способность осуществить эту реформу, причем прямо во время войны. Это же сложнейшая задача, конечно же. Но он говорит, что вот за пять месяцев можно справиться. То есть все, что происходит вокруг его фигуры и вокруг конфликта, якобы конфликта, я не могу узнать, есть он на самом деле или нет, между ним и между Зеленским, это все не слухи, это, скажем так, информация от источников, от инсайдеров. Это все основано на реальных событиях, и к этому стоит серьезно относиться. Ну, я от разных людей, у меня лично нет информации, я не общаюсь ни с Зеленским, ни с Залужином, ни даже с людьми. Но мы тем более. Те люди, которые владеют ситуацией, несколько человек мне говорили, что да, там, как говорится, отношения довольно напряженные, и подходы разные к разной стратегии и так далее. И, в общем, что есть там какие-то, скажем так, шероховатости. Но ничего катастрофического в то же время нет. И я знаю, что в Украине очень многие люди с таким, с настороженностью, мягко говоря, воспринимают возможную отставку Залужину. Боятся, что как бы без него украинская армия станет воевать хуже. Не знаю, я не могу об этом, не берусь об этом судить, хуже или лучше, но, судя по всему, решение какое-то о том, что вот Залужиного куда-то передвинут, оно принято. Опять же, это так, не документы какие-то или что-то, вот как бы общее мнение, то, что в воздухе витает, все говорят, что, скорее всего, оно случилось. Но случится эта отставка. Но я вот повторюсь, я думаю, может быть, и нет. То есть я еще не до конца сам лично. Но вообще, если судить по европейским и американским публикациям, то там общее место одно, что причиной вот этого конфликта стали политические амбиции Залужного. А если смотреть на российские независимые медиа, там, русская служба BBC, например, и так далее, то многие упоминают, что вот этим краеугольным камнем, вообще-то, тем конфликтным острым моментом стала мобилизация в Украине, и якобы Залужный просил гораздо больше людей мобилизовать, нежели чем был готов Зеленский. Кто из них, на ваш взгляд, может быть ближе к правде? Я думаю, там всего понемногу. Смотрите, во-первых, насчет амбиции политических. Как бы Залужный их никогда не декларировал. Ни в одном своем выступлении, ни в одном, ни по словам он не говорил ни в интервью, что я собираюсь в политику. Он, наоборот, всегда говорил, что нет, не собираюсь, нет, не хочу. Но в то же время многие, так сказать, политические силы и лидеры в Украине, особенно оппозиционные Владимиру Зеленскому, говорят, что вот нам бы такого президента, как Залужный, и часто говорят о том, что Залужный был бы неплохим президентом. То есть его как бы подталкивают к политику, понимаете, да? Он сам, может, и не хочет, или, ну, по крайней мере, заявляет, что не хочет. Но про него говорят как продействующего политика, или как человека, который вот-вот может войти в политику. То есть это, во-первых, надо сказать, что сам он при этом, я подчеркну, не говорит, что хочет в политику, и даже более того говорит, что не хочет в политику. И последняя статья его все равно, как мне кажется, была подчеркнута сугубо военным вопросом, посвящена. Ничего политического не было бы вообще. Это первое. Что касается мобилизации, да, вопрос сложный, вопрос тяжелый, потому что, конечно, желающих, так сказать, рисковать своей жизнью где угодно в любом обществе, в любое время, не так уж и много, но тех вот, кто прям готов с энтузиазмом идти на фронт, их мало таких людей, а люди нужны, людей... Ну, видите, с одной стороны, да, эта проблема тяжелая, сложная, и ее надо как-то решать. С другой стороны, вот видите, одним из решений этой проблемы названа роботизация украинской армии, замена людей, не всех, естественно, всех невозможно заменить, но какой-то частью людей на дроны, на роботы и так далее. На самом деле, я вот даже слышал, что, точнее, читал в российских источниках, они говорят, что, слушайте, почему же мы никак не можем пробить линию фронта украинского, потому что у них же там людей практически нет, у них там одни дроны держат фронт. То есть, в этом направлении движения уже какое-то есть, но я, правда, не знаю, насколько оно далекое и глубокое. Но я думаю, что если, допустим, и Зеленский, и Залужины сойдутся в том, что вот давайте развивать сферу дронов, давайте уделять больше внимания роботам, то, может быть, тогда и мобилизационные какие-то разногласия у них будут сняты. Хотя, опять же, это я только могу гадать и спекулировать, у меня нет информации конкретно от первоисточников. Понимаю, конечно же, но на самом деле тем и цены нашей гости, что его обладают не только в одних случаях информацией от первоисточников, но и что гораздо важнее собственным анализом и собственным взглядом на ситуацию. Поэтому, конечно же, спасибо за вашу оценку. Есть еще один, а может быть и два слона в конте, которым тоже не могу не обратиться. Это будущее помощи Украине со стороны США, потому что все-таки пришли новости о том, что в Сенате заблокировали законопроект о помощи Украине. Он тогда там вмещал в себя не только 60 миллиардов Украины, но еще и 14 Израилю, и также помощь Тайваню. А с другой стороны, как раз-таки волнение по поводу того, кто же будет следующим президентом США, потому что в США, как ни странно, президент меняется. Это так, в отличие от моей родной страны. Да, 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 отношусь с вами. Да, поэтому, конечно, как на это все смотрят в Украине, я понимаю, что это, скорее всего, тоже такой очевидный ответ, это фактор тревоги, но тоже хочется узнать от вас какое-то более развернутое мнение, вашу оценку и анализ. Что касается помощи американской, ну, как бы надежда сохраняется, потому что американские, республиканские конгрессмены, сенаторы, они же не говорят, что мы не хотим помогать Украине. Есть такие, которые говорят, что мы не хотим помогать Украине, такие тоже есть, но в основном, как бы основная Москва, это не-не-не, мы Украине хотим помочь, но на каких-то там понятных условиях. Условия, они выдвигаются, все разные. Кто-то говорит, нам нужно понять, на что именно расходуются деньги, другие говорят, нам нужно понимать, как именно видит себе победу в этой войне Джозеф Байден, что он хочет, собственно, достичь, разгрома России, Может быть, он хочет украинских танков на Красной площади. Что, собственно, в чем цель, какая задача? Вот на этот Байден не дает им ответ. И, в общем, я так понимаю, многие из республиканских конгрессменов, они как бы не против того, чтобы проголосовать за помощь Украине, но выбив при этом чего-то там из Байдена. Но проблема в том, что Байден как бы дал им то, что они хотят, вот этот, собственно, иммиграционный закон, но они сами отказались. То есть они говорят, нам Байден должен дать что-нибудь, но только мы сами не знаем, что мы хотим. Вот так вот, в этом проблема. Пускай нам Байден что-то даст, сходи туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что. Из-за этого помощь в Украине зависла. Но есть надежда, что все-таки будет отдельный законопроект о помощи Украине и Израиле. Предполагается, что если Украина, Израиль, может быть, даже Тайвань вместе с ними, что если он будет без миграционных вопросов, то тогда за него проголосуют. Ну, будем надеяться, потому что все-таки, конечно, американские парламентарии не могут полностью оставить без финансирования Израиль, потому что Израиль как бы главный союзник США в мире, на Ближнем Востоке тоже точно. И если получится Байден настоять, чтобы в этот законопроект о помощи Израилю и Украина была записана, ну тогда все будет нормально. Но получится это или не получится, пока гадать сложно, говорить сложно. Все-таки очень серьезная, скажем так, оппозиция этому решению со стороны трампистов. Трамп сам, конечно, категорически против выделения любой помощи Украине, и, как мы видим, он может надавить и на сенат республиканский, и на, то есть, республиканцев в Сенате, и на республиканцев в Нижней Палате, в Конгрессе, в Палате представителей. Поэтому гадать тут сложно что-то. Но, конечно, в Украине людей это заботит, беспокоит очень сильно, потому что, знаете, мы видим каждый день новости о том, что Северная Корея прислала там какие-то ракеты. То есть, сегодняшний обстрел Киева, в том числе, по некоторым данным, производился ракетами северокорейского производства. То есть, Северная Корея и Россия спокойно договариваются о поставках оружия, вооружения, а Соединенные Штаты не могут помочь своему союзнику. Это звучит даже дико, но это правда. Поэтому, конечно, переживают люди. Но, что касается Дональда Трампа, к нему отношение, по большей части, плохое. Потому что, судя по всему, сейчас Трамп отправил своего, так сказать, миньона этого, Такера Карлсона в Москву договариваться о сотрудничестве с Владимиром Путиным. Я так понимаю, что они собираются обменяться. То есть, Путин поможет Трампу вновь стать президентом, а Трамп, соответственно, заблокирует в Сенате, в Конгрессе американскую помощь Украине. Вот у них, я так понимаю, примерно такое сотрудничество будет. И, конечно, Такер Карлсон, по сути дела, единственный человек, который может стать посредником в этих переговорах. То есть, по крайней мере, донести месседж от Трампа к Путину и в обратном направлении. Поэтому, что вам сказать? Насчет Трампа предчувствия плохие. Ну, как бы, в основном, как бы, никто особо радоваться не будет, если он станет президентом в Украине. Но, с другой стороны, при Трампе, в общем, начались поставки американского оружия в Украину. Это тоже никто не забывает. И говорят, что, ну, может быть, и нормально будет. Хотя я, если честно, я персонально думаю, что нормально не будет. Трамп, очевидно, идет во власть мстить всем тем, кто его обидел, пока он был президентом и последующие четыре года. И, соответственно, он будет разрушать все те проекты, которые были дороги Джозефу Байдену и демократам. И одним из таких проектов, конечно, является поддержка Украины. Поэтому есть тут определенные, так сказать, тревоги относительно возможного президентства Дональда Трампа. Ну, то есть, когда она говорит в своей придворной кампании, что если он станет президентом, когда, если он станет президентом, он закончит войну в течение, сколько там, 48 часов, это стоит буквально воспринимать... 24. Что это стоит воспринимать буквально как принуждение Украины к миру? Каким образом? Откажет в поставках оружия? Ну, вероятнее всего, да. Да, я думаю, опять же, такое занятие представить свою голову как туловищу Трампа так себе, но я предполагаю, что он хочет сказать примерно следующее. Я надавлю на Киев, пригражу тем, что я не буду давать оружие, тем, что никогда Украина не вступит в НАТО и так далее, и так далее. Если вы не согласитесь на такие-то условия России, да, то есть на, там, условно говоря, признание российского суверенитета над оккупированными территориями. Скорее всего, Трамп думает, что он сможет таким образом остановить войну, но он не сможет остановить войну, потому что Украина не согласится на подобного рода размен, даже в том случае, если Америка перестанет полностью поставлять оружие Украине. Потому что Украина не может согласиться на признание российского суверенитета над своими территориями. Это исключено. И к тому же, помните, Трамп обещал, что он договорится с Северной Кореей, мир заключит и так далее, и так далее. Когда в первый раз был президентом, он даже встретился с Ким Чен Ыном, письма писал, писали они с Ким Чен Ыном друг другу, но, в общем, ничем это не закончилось толковым. Не было никакого результата. Я предполагаю, что и здесь будет что-то такое. Ну, кстати, по поводу Такера Карлсона, конечно, я думаю, все наши зрители видели. Это буквально карга культа в прямом эфире, то, как в России встречали, я имею в виду, пропагандистские медиа Карлсона и как сопровождали каждый его шаг. Но довольно интересная у вас версия о том, что он все-таки действительно является посредником и в этом смысле работает как политическая фигура, как потенциальный вице-премьер при потенциальном президенте. Потому что я, например, читала, публикает свою антропологу Александру Архипову, и вот она смотрит на Карлсона и на интервью, которое ему уже дал Путин, как на попытку каким-то образом изменить отношение к России и к Путину у телевые аудитории Fox News, Карлсона и, собственно, Трампа. Ну, то есть, что люди, которые будут его смотреть, просто исходя из того, какой у Карлсона авторитет США, они изменят отношение и к России, и, очевидно, к войне против Украины. Все-таки вы склонны считать, что он не просто работает как пропагандист? Не думаю, что они прям возьмут и изменят свое решение. Нет, я думаю, смотрите, ну, подумайте, если логически, кого мог послать Трамп для решения, для передачи какого-то послания Путина. Если бы он послал кого-то из своего штаба, или уж тем более кого-то из членов своей семьи, то его тут же обвинили бы в том, что он опять сговаривается с Путиным и работает на Москву, и агент Москвы, и всякое такое. Ему, конечно, такие обвинения ни к чему, он хотел бы их избежать. А Карлсон поехал как бы типа по своим делам, он интервью берет, в кавычках, да? Я больше, чем уверен, в интервью как это лажа окажется, потому что мы все примерно представляем, что может рассказать Владимир Путин. Он будет рассказываться, как этот дед за гаражами, такой прибухнувший или опохмельный, всем известный путинский репертуар на протяжении 20 лет. Вряд ли он откроет какую-то новую визитную, что-то такое невероятное. Нет, конечно. Будет нести свое обычное колесице. Но задача и роль Такера Карлсона как посланника конфиденциальными какими-то данными, с конфиденциальной информацией, она очень серьезна. То есть он, да, он вроде как бы по своим делам приезжает, но в то же время готов, я думаю, привести от Трампа послание, что типа давай, Вова, мы тебе обеспечим не принятие законов о выделении денег в Украине, а ты нам дашь раз, два, три, четыре, пять. Вот по списку. Я уж не знаю, чего именно Трамп может получить от Путина и что он хочет получить от Путина. Но думаю, что есть что-то такое, что его можно заинтересовать. Для того, чтобы стал Трамп президентом. Ну, например, вот самое, что я могу в голову, что в голову приходит сразу, чтобы Путин вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом и Салманом, чтобы они взяли и где-нибудь там, не знаю, в октябре текущего года резко сократили добычу нефти. Буквально на один месяц. Чтобы цены на бензин в Америке подскочили, там, не знаю, на два доллара вверх, да, заголовно. Могут они такое сделать? Могут. Поможет это Трампу стать президентом? До 100%. Конечно, надо просто станет палочкой-выручалочкой для Трамп. Хотя у Трампа и так дела неплохо. Но вот что-нибудь подобное, если осуществится у Саудовской Аравии и Россия, то Трамп, ну, практически гарантированно станет президентом. И тут есть огромное поле для сотрудничества между российскими и, так сказать, властями и Дональдом Трампом. Я думаю, что это сотрудничество они попытаются как-то задействовать. По поводу этого интервью, я боюсь, что оно будет очень объемным, как и последние все, в общем-то, речи Путина, которые занимают по несколько часов. И действительно, по сути, ничего там интересного или важного сказано не бывает. Наоборот, ощущение, что побывал в гараже с дедами. Что бы вы порекомендовали посмотреть вместо интервью Путина, Такеру Карлсону? Не знаю. Вы имеете в виду какое-то интервью или что? Я имею в виду, на самом деле... Могут ли? Это не в смысле порекомендуйте, чтобы смотреть на выходные. А если что-то более важное, на ваш взгляд, потому что я вот, например, первое, что у меня бы в голову пришло, это 20 дней в Мариуполе. А, ну, тут уже, смотрите, каждый сам для себя решает. Я не могу такие советы давать. Это, конечно, важное кино, но я не уверен, что все прям могут его смотреть и осилят его, потому что тяжелый фильм. Ну, в принципе... Сейчас, наверное, самое интересное будет, конечно... Конечно, сейчас я бы, наверное, все-таки следил за выборами в Америке. Мне кажется, этот сюжет будет самый важный в ближайшее время. И все, что рядом с ним и вокруг них происходит, потому что Америка сейчас действительно оказалась в довольно сложной ситуации. Многие говорят про гражданскую войну. Я думаю, не до такой степени все плохо, но уровень противостояния внутри общества американского большой, высокий и нарастает. И поэтому все новости из Америки, связанные так или иначе с этими выборами, я думаю, они важны. И важны не только для американцев или для украинцев, они важны сейчас для всего мира. Потому что на данных выборах действительно без преувеличения решается судьба и Америки, и демократии, и вообще западного мира, пакс-американа, если угодно, всего того мира устройства, которое обеспечивало нам относительное процветание и мир на протяжении последних 70 лет.